Мы не можем понять это, объяснить, попытаться рационально объяснить. Это не то, что может вообще уложиться у нас в голове. Невозможно ответить на вопрос, почему болеют маленькие дети, почему они испытывают ужасную боль и страдания, и почему они умирают так рано, так и не узнав ничего о мире, который мог бы их восхитить. Это невозможно сделать, не стоит пытаться. История Налана Скали тронула миллионы сердец. Невозможно было равнодушно пройти мимо такого замечательного мальчика, который до последних дней жизни думал только о близких и их счастье. Налан был маленьким ребенком, когда заболел саркомой полосатых клеток, рак, поражающий мягкие ткани. Казалось бы, невинная простуда и насморк превратились в злокачественную опухоль. Маленькому мальчику было всего два года, а ему уже пришлось бороться за свою жизнь как никому из нас. Малыш был сильным и очень храбрым. Он хотел стать полицейским, а потом столкнулся со своей болезнью. К сожалению, его маленькое тело было слишком слабым, чтобы бороться с ней. Рак разросся в мгновение ока. Он распространился на легкие и атаковал сердце. После 18 месяцев борьбы стало ясно, что малышу остались не месяцы, а дни, да уже даже часы. За борьбой Налана в социальных сетях следила целая толпа людей, которые поддерживали его как могли, они молились, пытались успокоить его близких. Рут, мать маленького бойца, поделилась отрывком из разговора, который она вела с четырехлетним ребенком незадолго до его смерти. Хотя сама фотография наиболее четко показывает, сколько пришлось пережить маленькому ребенку, разговор между матерью и ее сыном, прощающимся с ним, был процитирован в СМИ практически по всему миру. Рут опубликовала отрывок из этого разговора на своей странице Фейсбук. Я, дорогой, этот рак ужасен. Тебе больше не нужно бороться. Налан, представляете? Он обрадовался. Нет? Мама, я хотел бороться только для тебя. Я? Так вот чем ты занимался все это время? Ты боролся из-за меня? Налан? Конечно. Я? Налан, ответь мне на вопрос, что является самой важной работой для твоей мамы? Налан? Она меня защищает. Я? Я? Милый, я больше не могу этого делать. Единственный способ защитить тебя и прекратить эту боль. Это небеса, мое сердце просто разорвалось. Налан? Тогда я уйду на небеса и буду играть там до твоего прихода. Ты ведь придешь ко мне? Я? Конечно. Твоя мама никогда так просто не сдастся. На следующий день Рут решила, что заберет сына домой. Но он не согласился. Он предпочел остаться в больнице. Следующие 36 часов они провели вместе, просматривая видео. На YouTube, играя в игры и просто разговаривая. Во время одного из таких разговоров четырехлетней. Малыш сказал маме, что хочет, чтобы его запомнили как офицера полиции. Потом Рут попросила у мальчика минутку для себя. Она очень сильно устала и хотела принять душ. Она обещала, что ее не будет всего пару секунды. Налан улыбнулся и конечно разрешил. Когда она вышла из ванной, медицинский персонал стоял. Над четырехлетним ребенком. Со слезами на глазах врачи сообщили, что Налан впал. В кому. Его сон уже был очень глубоким. Его правое легкое почти разрушилось. Мальчик просто уходил из жизни. В ужасе Рут быстро подбежала к своему ребенку, обняла его теплыми руками и приложила ладонь к его щеке. Потом произошло небольшое чудо. Мой ангел вздохнул, открыл глаза, улыбнулся мне и сказал. Я очень люблю тебя, мама. Он откинул голову и в 23.54 покинул нас навсегда, пишет. Его мама в Facebook. Женщина закончила свой пост очень личным признанием. Она призналась, что теперь она боится ходить в душ. Когда Налан был жив, он хотел все время быть с ней. Обычно он ложился на коврик в ванной и ждал, когда мама вернется к нему. Сегодня ковер пуст, а милый сын ждет свою маму на небесах, как он и обещал ей в их последнем разговоре. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.